Конференция официальных дилеров и партнеров Минского автомобильного завода состоялась в Приморье. В приветственной речи глава региона подчеркнул историческую связь и, безусловно, единение народов России, в частности, Приморского края и Республики Беларусь. 2 апреля был большой праздник для народов России и Беларуси. Мы отмечали День единения. Это говорит о нашей духовной и кровной, родственной связи людей одной земли, людей одного союза. У нас союзное государство. И, безусловно, для нас это имеет большое значение в силу того, что в Приморье где-то порядка около 30% жителей так или иначе имеют белорусские корни. Губернатор Приморье уделил большое внимание проектам, которые связывают Россию и Беларусь. Мы на протяжении всех пяти лет активно сотрудничаем с Республикой Беларусь по своим направлениям. Это, безусловно, приобретение различного вида техники. И у МАЗа, и у Минского тракторного завода, у БелАЗа, у Амкадора, у Гомсельмаша, Гомель-Лифт, другие предприятия, которые так или иначе контактируют с нами. И могу сказать, что у нас товароборот с 1 миллиарда 5 лет назад вырос сейчас до 22,5. Конечно, это включает и продукцию агропромышленного комплекса. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в свою очередь отметил важность проводимого во Владивостоке форума. Прошлый год для белорусских производителей техники в данном регионе был очень успешным. Рекордным, можно сказать. Я сегодня об этом говорил на нашей встрече в правительстве. Более 400 машин разных наших производителей мы поставили предприятиям края. Да, часть из них в рамках экстренных специальных программ ликвидации природных, скажем так, явлений, природных последствий. Но часть прошла в рамках плановых наших программ, которые были подписаны на уровне правительства и в рамках национальных проектов масштабных. В рамках конференции состоялась торжественная передача спецтехники акционерного общества МАС «Дилеру» во Владивостоке. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.